Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чем он их привлёк? Тем, что он может быть битопливным, двухтопливным. То есть работать на метане. Сжатом. Подожди, на метане? На метане. Не на пропан-бутане сжиженном, а на сжатом метане. Потому что Газпром к этому всему проекту подтянут боком. Им очень было важно найти недорогой, достаточно лёгкий, простой, двухтопливный моторчик. Они его нашли. Потому что у фиатовцев давно там газовые версии есть. Вот. И меня тогда поразило зимой, в какой, значит, звериной прямо резвостью эта штука ускорялась до 60 км в час. Потом всё это дело стихало. Ну, мощности не хватало. Но рвало с места прямо как эволюшн. На чём он рвал? На бензине или на электродвигателях? На бензине. Пока всё бензин. А, даже в пятницу всё на бензине. Сейчас они построили пять машин с настоящими кузовами. То есть это уже те самые кузова, которые якобы должны быть через 2-3 года. Стальная основа пространственная. И внешние пластиковые навесные панели. Это нормально. Это нормально. Но они-то, понимаете, вот мы не злопамятные. Просто мы злые, у нас память хорошая, да? Мы же помним, что они обещали. Они обещали сначала 700 килограммов. Они обещали расход 3,5 литра на 100 километров. И стоимость 450 тысяч. Да. Это я запомнил. Про стоимость мы вообще сейчас не говорим. Да. Мы говорим просто про технические характеристики сейчас. Потом началось. Ну, ребята, нет. Будет тонна 100. Ого. Потом. Этот вот был мул, да? Тонна 350. И сейчас я спрашиваю Андрея Гинсбурга, главного конструктора и нынешнего генерального. Сколько? Он говорит, ну, машинки тяжелее получаются. То есть я так понимаю, что реально это полторы тонны. А полторы тонны так вот... С таким мотором, понимаете? Для сравнения, полторы тонны что весит? Вот из-за обычного... Эволюшн весит. Нет, ну, собственно говоря... Эволюшн, да. Вот, например, Дастер, который абсолютно сравним. Дастер даже просторнее сзади. Он весит тонну 200 и тонну 300. Понимаете, да? Понятно. То есть эта штука для гибридомобиля нормально быть тяжелее, потому что он возит с собой и обычный мотор, и два еще электромотора, и плюс еще батарею суперконденсаторов. Да-да-да. Это нормально. Но это должно быть скомпенсировано какими-то техническими решениями. И вот я садясь за руль сейчас этой машины, которая, по моему мнению, она не может быть легче теперь вот дальше в процессе доводки. Потому что у них еще впереди куча... Им надо решать кучу будет проблем. Им нужно будет впереди краш-тесты. Ой-ой-ой. Понимаешь? То есть они матмоделирование краш-тестов провели, а все как в жизни будет пока неизвестно. Они еще не били. А суперконденсаторы там внутри что залито? Там залит электролит. А он сзади или спереди? Под полом. Под полом. Да. Такие вот баночки, вот такие коротенькие. Такие вот как, я не знаю, как карандаш. Я просто думаю, что у нас в канализации-то потечет. Нет, это все безвременно. Абсолютно, да. Ну подожди, а как она? Ну это уже готовый автомобиль? Нет, нет, нет. Ребята, это панель красивая уже готовая, которая так и будет. Нет, ребята, это панели в принципе такие, как должны быть. И вот вы можете посмотреть в интернете сейчас всюду, да. Машинка, в принципе, она мне нравится внешне. Она не отталкивающая, она вполне современная. Дизайнер Андрей Трофимчук, очень хороший специалист. Ему, в общем, почет и уважение. Да. Вот. И, в общем-то, и Гинсбургу, и коллегам тоже, потому что они опоздали сейчас всего на 4 месяца. Всего. Потому что они реально делают очень сложную вещь. Они должны были сделать эти машины 8 марта. Сейчас, как мы понимаем, да, то есть отставание 4 месяца. Чуть теплее. Окей, не вопрос. Но вот я сажусь за руль этой штуки. Так. Нажимаю на газ. Она трогается бесшумно на энергии, запасенной в суперконденсаторах. Но трогается, я-то помню, что этот Сузуки-то рвал с места. А этот как-то трогается, ну, трогается и все. Не было бы горки, может быть, и не тронулся бы. Да, да. Вот. И потом тот очень так бодренько набирал 100 километров в час. Этот до 80. Спокойно, да? Со скрипом уже, да. Потому что тяжелый. А, вот из-за этого. Конечно, конечно. Вот. И я просил Гинсбурга, я говорю, давайте, мы же... Презентация проходила на Дмитровском полигоне. У нас там у Авторевью своя база. Я говорю, давай мы возьмем машину, промеряем ее. Он говорит, рановато еще, не надо. Ну, его можно понять, потому что ни один западный производитель не даст пробовать машину журналистам вот в таком сыром еще виде. Это вообще, это нулевые. Это не сот. Потом бы там сотые сети прототипов, двухсотые, трехсотые. Они дали поездить на нулевых. Это вот такое практически... То есть, чего-то риск был со стороны. Глобального менять в сторону увеличения объема двигателя не планируют. Не планируют, потому что больше двигатель, он тяжелее. И начнется вот эта вот штука. Там еще есть такая вещь. Дело в том, что это фактически машина с электрической трансмиссией, так называемая. Она достаточно эффективна, когда она ездит по городу на малых скоростях. Но когда ты пилишь по шоссе, КПД вот этой электрической трансмиссии падает до 75%. То есть, представляете, это мы берем 75 лошадей этого моторчика и еще отнимаем четверть. Ого. То есть, получится 60. Если это на полторы тонны, друзья. Еле-еле. Да. В общем, всегда возите с собой друга с каким-нибудь джипом. В общем, ребят, я... Хоть что-то сказали по ценам. Ничего. Молчат, как рыба облет. Нет, ну пока еще рано. Ну и рано еще. Им, дай бог, сейчас им нужно там доводить подвеску, потому что они взяли часть... Например, задняя подвеска практически от Сузуки. Угу. Вот. Им нужно настраивать там, выбирать жесткость пружин, стабилизаторов, выбирать амортизаторы. Куча работы впереди. Ну, у них, собственно говоря, есть на это там отведено два там с лишним года. Ну, в общем, скорее, да. То есть, скорее, движение правильное. Вот, вот, я не знаю. Еще не ясно. Я не знаю. Если зимой, вот когда там тот концерт меня убедил в том, что, в общем, идея может быть работоспособной, то теперь с этой снаряженной массой и с этой энерговооруженностью... Вот вы купите такую машину, да? Нет. Я нет. Которая не может разогнаться больше там 100 км в час, понимаете? И у которой будет расход. Ведь я так понимаю. Я спросил у инженеров-вспытателей, да? Сколько? Они говорят, ну, около семи. И что? В чем смысл-то? В чем смысл? Норма для небольших автомобилей. Это вот именно любой дизельный такой, да? Дизельный дастер, да меньше он будет есть. Да. И разгоняться быстрее. И нет... То есть, сейчас их маркетинговой службе надо очень быстро придумать обоснование, почему медленный, тяжелый автомобиль, который ест столько же, это хорошо и полезно для города. Да, да. Вот. Но, в общем, конечно, мы по-прежнему желаем им всяческого успеха. И дай бог, чтобы у них получилось, чтобы они смогли облегчить машину. Чтобы они смогли договориться с поставщиками и выбить какие-то нормальные цены. Хотя я не понимаю, как при заявленном объеме выпуска машина на одной уникальной платформе, не суперкар, должна отбиваться при какие-то, я не понимаю, как это все. Друзья мои, нас ждет экономическое чудо. Да. Нас ждет экономическое чудо. Дорожный просвет. С Леонидом Головановым. Дорожный просвет. Ну, а теперь к вашим вопросам. И мне нравится, что стали появляться люди хитрые, которые начинают писать смс еще в 18.53. Не могу не отдать должное этой хитрости. Ну, собственно, это да. Добрый вечер. Пишу вам в третий раз. Хочу купить Mercedes CLA. Расскажите, что за авто, какие плюсы и минусы. С Андреем Москва, а то так все деньги прогуляю за лето. Ну, кстати, да. Миллиончик с лишним. Хорошо так гулять-то, да? Летом-то. Хорошее лето будет. На белое вино его. CLA очень красивый. И вот когда я смотрю на эту машинку, он похож на маленький CLS. И действительно он яркий, он привлекает внимание. И я понимаю людей, которые его покупают только потому, что это Mercedes, и он так выглядит. Я понимаю. Но слабое место этой машины, как мне кажется, это то, что она едет не как Mercedes, а как обычный автомобиль. Там, скажем, Volkswagen. То, что у нее не автоматическая коробка передач, а робот с двумя сцеплениями, который, к сожалению, подергивает и подтупливает. Вот. И тоже мне это не очень понравилось. То, что она очень тесная сзади. Ну, многих это как бы совсем не отпугнет. Ну, такая эгоистичная машинка. Да. Вот. Но если говорить, например, про Drive, то, конечно, там у единички BMW его больше. А если говорить про Comfort, то у Volvo V40 Cross Country его больше. Да, это хорошая машина. Вот теперь сами решайте. Сейчас еще одну смс. Evolution 9 или Impreza STI последняя. Добрый вечер, Леонид. Вы точно должны знать ответ на этот вопрос. Ну, друзья, вот если бы я не знал ответа на этот вопрос, я бы не ездил на 9-ом Evolution. Вот уже сколько там, да, с 2008 года, друзья, езжу на нем. Дико счастлив. Вот только что я проездил неделю на, значит, Mazda CX-9, на большой. Так. И сегодня сел опять на EVIC. А ты на нем сейчас приехал? Нет, сейчас я приехал на другой машине. Ну, вот. Но, господи, какое это счастье, а? Вернуться. То есть все равно. Вернуться в свой жесткий дом. Абсолютно. Он же жесткий очень. Как он? Он не очень жесткий. Да? Нет. Причем я на самом деле, он у меня абсолютно стоковая машина, но если я смогу, я найду гоночные амортизаторы. Они вообще дорогие очень, честно говоря. Но когда ты ставишь раллиные амортизаторы, то он начинает ехать плавно. И его невозможно пробить. Ты можешь прыгать где угодно, он летает. Вот единственное преимущество Impreza над EVIC-ом — Impreza лучше летает. Ровнее. Человек там дальше написал, что на каждый день по Москве. Но если вы планируете где-то... Ребят, я езжу на девятке каждый день по Москве. И когда люди садятся ко мне, вот наслышанные про то, что EVIC — это очень жестко, это очень дергано. Они говорят, слушай, это обычная машина. Что-то такого, собственно говоря. Ничего такого. Ребят, не надо бояться EVIC-а. Это потрясающий автомобиль. Да возьмите на то здравь да поездите, в конце концов. Ты не возьмешь его на то здравь. Девятка — все. Да, ладно. Ты еще и пойди найди хорошую девятку. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый. Леонид, у меня вот следующий вопрос. Ну, точнее, два вопроса, но небольших и по одной марке машины. Являюсь обладателем счастливым, ну, до сих пор, по крайней мере, «Шкот» «Октавии». Ну, одна у меня с обычным движком, атмосферник обычный 1.6, а вторая у меня турбовая 1.4. Вот, соответственно, первый вопрос, ждать ли мне каких-либо неприятностей, о которых столь пестрят форумы? А второй вопрос, поскольку машина у меня 2012-2011 года, одну из них хотелось бы поменять, и стоит ли в этом случае смотреть в сторону новой «Шкоды Октавии», особенно с учетом того, что она собирается на газе? Машина, в принципе, нравится, по салону нравится, по вместительности, и по этому марку менять не очень бы хотелось. Вот ваше заключение по этим двум вопросам очень хотелось бы услышать. Ну да, вот вы сами, собственно говоря, даже частично ответили на свой вопрос, форумы пестрят. Мотор 1.4 турбо, к сожалению, бывает там, да, и цепь перескакивает, там есть проблемы технические. Вот к 1.6 вопросов гораздо меньше, а вот к 1.4 ТСА гораздо, да, более лучше. Вот, поэтому следить, просто следить. Машинки у вас, я так понимаю, обе достаточно новые и свежие. Следить. Вот менять ли на новую «Октавию»? Я прокатился как раз на новой «Октавии» 1.4 ТСА с механикой. Она мне показалась, то есть она гораздо, она больше, просторнее, еще просторнее прежней. То есть она воспринимается как большая машина, практически как Passat уже. То есть в качестве семейной, да, это, конечно, очень хороший вариант. Но она мне показалась слишком серьезной. Вот как мы про Мондео иногда говорим, да, что вот хорошая машина, все, но какая-то вот она, да, вот. Слишком серьезная. Да, слишком серьезная, слишком безвкусная. Посмотрим проклятое место, непроклятое место, да, посмотрим. Потому что, ну, на самом деле, проблема-то есть. Пауза. Дорожный просвет с Леонидом Головановым. Дорожный просвет. 19 часов 20 минут, продолжаем дорожный просвет. Я хочу воспользоваться служебным положением. Ну, кто же тебя запретит. Да, у меня товарищи просто, которые, с которыми я, ну, это моя как автомобильная тусовка, вот они сейчас собираются брать машины, пишут ребята, пишут пацаны. Пацаны, кстати, откуда, из этого, из Гальянова. Какой джип лучше взять? Я буду из Гальянова, кстати. Да, Mercedes GL, Lexus LX, Range Rover Vogue или Cadillac Escalade? Ну, я бы взял GL, потому что, нет-нет-нет, ну, они все большие. А и Vogue? А, и Vogue, это... Vogue просто. Vogue, это Range Rover, большой. Ну, вот из них GL и Range. Вот моим бы был выбором. Кто из них, не знаю, но новый Range, потому что сейчас имеет смысл, старый уже не имеет смысла покупать, как мне кажется. Имеет смысл уже покупать новый Range. Новый Range там под миллиончиков, под шесть, да? Нет-нет-нет, ну, нет, там не сильно поменялась цена, но это новая машина. Я еще сам на ней не ездил, коллега ездил, ему понравилось, но GL, в общем, конечно, очень хорошая машина. И прямо, и она семиместная, и она комфортная, и она, в принципе, достаточно проходимая. В общем, GL. GL классная штука. А вот Escalade, это все... Escalade, это американцы. Ребят, ну вы слышали сами. У меня, друзья, попроще по этому простому вопросу. Escalade, это побулькать, побулькать восьмеркой. Да, вот это же, конечно, кайф. Да, вот это ехать. Но супротив Мерседеса. У меня и друзья попроще, и вопросы попроще. Сколько стоит Nissan Juke на свой комплектации? Ну, интернет им в помощь. Ну, там 700 с лишним, по-моему, типа, около 700. Да, это 1.6, 120 сил, передний привод, механика. Кстати, нормальный, между прочим, вариант. Ну, просто страшный. Я бы не стал вот турбо, там, полный привод покупать Juke. Просто страшный сам по себе, а так, ну, да. Ну, слушай, ну, на любителя. 5533, вначале Маяк, 728-7171, как от Москвы, 495. Предложите хорошее авто с точки зрения хорошей безопасности, так как ребенок 5 лет для женщины, до 600 тысяч рублей. Света. Есть такие? Ну, нет, конечно, есть. И, собственно говоря, вот ребенок сзади нужно больше простора. Сейчас в эту цену укладываются и Volkswagen Polo Sedan, например, да, и какие-нибудь, там, Peugeot 301 и Citroën C или Z. То есть, ну, вот такие большие седаны. А сколько же рождение? 100 тысяч, 600 тысяч. 100 тысяч, да. Вот, в принципе, в эту цену укладываются и базовые, там, ну, какие-то недорогие, например, те же... Нет, RAV4, это подержанный. Ну, да, это подержанный. Подержанный ты сможешь, конечно, купить. Но это, если ты девочка, и у тебя нет, так сказать, своего прикормленного мастера... Ну, вообще, да, согласен. Да, все-таки надо покупать новую машину. Да, да. Да, какой-нибудь тот же, вот, насколько я помню... Нет, хотя в фокус не поместится. Авео нет. Нет? Авео нет. И Кобальт, кстати, я тут прокатился, наконец-то, на автомобиле Chevrolet Cobalt. Так. Он, во-первых, сосед его купил. Мы прямо рассматривали, мы вместе прошли этот путь, да. У меня гениальный сосед, художник-анималист Юрий Станишевский. Ух ты! Прекрасный совершенно. Как он рисует лошадей, он влюблен в это дело, вообще гениально. Вот, и вот он, у него 500 тысяч. Угу. А у него 21-я Волга по жизни. И он ее, значит, решил оставить, но уже невозможно уже ездить на 21-й Волге, да. Да. Говорит, давай что-нибудь подберем. Вот, я говорю, ну давай, ну вот Логан, чем тебе плохо, Логан? Он говорит, нет, плохо. Педальки какие-то, что... А Юрка такой, ну, слушай, смеешь, да? Он говорит, ну что это, педальки какие-то? Я, говорит, только нажал, она сразу... Нет, это не понравилось. В общем, Логан ему не понравился. Полуседан дороже, Пежо с Ситроеном дороже и так далее. А Умера тоже, в общем, новый не вариант, потому что это тот же Логан. В итоге пришли к Кобальту и купили его за 511 тысяч рублей. Значит, механика, две подушки АБС, каска уже за 511 тысяч. Ого, в смысле? Нормально. Полус каска. А, две подушки АБС за 500 тысяч, каска. Ну, что две подушки, это маловато по нынешним стандартам. И все это за 500 тысяч, заметьте. Да. Медицинская страховка. Так вот, и, в общем, не женские это, да, у войны не женское лицо. То есть он прям ядреный? Он прям такой, да, у него там тяжелый руль такой, да, передача там, ну, получше, чем у Приоры, конечно. Но все равно, там, я между вместо третьей включал, вместо первой включал третью, там, вместо вторую и четвертую. Не очень избирательность. А где они делают его, Кобальт? Узбекистан. А, вот откуда. Асака. Это же, я понял, на самом деле, Кобальт, вот Кобальт, это замена Nexie старушки. Потому что это большой, просторный автомобиль, рабочая машина, действительно, очень хорошая подвеска, такая плотненькая. То есть вот если Логан помягче, этот пожестче, но он отлично его не пробивает, то есть он рассчитан на плохие дороги. Слушай, ну ты прям отвезел на вопрос вот из Калининградской области, подскажите, пожалуйста, недорогой вариант машины под такси. Ну вот, кстати, Кобальт и Алмера, потому что Алмера еще больше. Но Алмера все-таки, вот сейчас у нас, у нас же в Автерию есть программа ресурсных тестов. Мы берем машины и гоняем их по полигону 33 тысячи километров в очень жестких условиях, по булыжнику и так далее, с коэффициентом 3,3. То есть это эквивалентно 100 тысячам пробега. И вот сейчас ездят Алмера, Кобальт и Peugeot 408. Так вот, у Кобальта тысяч пять, по-моему, там, не может, только начали. И вот у Кобальта пока меньше всего проблем. У Авео были проблемы, а у Кобальта пока нет. А у Алмеры уже кончились амортизаторы. Ого, на 5 тысячах. Да. Ну то есть на 3 можно, на 15 тысячах полетели амортизаторы. Да, да. Вот так, друзья. Алло. Алло. Здрасте. Здрасте. Да, чуть громче только. Да, это Александр из Москвы. И вот это я, Илья, просто от джипа. У меня еще маленький-маленький вопросик, если можно. Наглый. А, нет. Так. Да, подскажите, Леонид, вот новый рейнджовер, Vogue и спорт тоже, вот они вышли. Да. Конкуренты ли они к JL? Конечно, конкуренты. Конечно. Они, в принципе, они даже семиместными могут быть. Даже спорт может быть семиместным. И это совершеннейшие конкуренты. Насколько я понимаю, спорт более драйверский. Так. Вот. Обычный рейндж так поближе к JL. Но вот как мне кажется, понять, что вам милее, можно только в ходе тест-драйва. Благо и то, и другое, и третье есть на тест-драйве. Взяли, прокатились. Да, а вот цена-качество, да, три вот таких автомобиля. Ну, как мне кажется, все-таки здесь Mercedes есть Mercedes. Вот большие Mercedes здесь, вот мы говорили про CLA, как маленький Mercedes, это все-таки такой, да, палеотивчик. А вот JL, это настоящий, большой, серьезный Mercedes. В полном смысле этого слова. В полном смысле этого слова, да. И тут, конечно, тут, конечно, да. Вот так вот. Саня, ты уловил и не поли контору больше. Уловил, уловил. Спасибо еще за Suzuki Bolivar-то отдельное спасибо. Разбогатею куплю обязательно. Все, давай, пока. Touareg бензин 249 лошадиных сил или 280? А вот что за вопрос, что вам, да, 249, тут у вас и налог меньше, да, и что, едет он нормально. Почему бы нет? Я бы 249. Ну, то есть, как бы, да, вы хотите прям гонять-гонять или просто... И перепродавать его потом, между прочим, да, вот эта вот интересная штука, машину с мотором поменьше продать потом всегда легче, как ни странно. Почему? А потому что налог. Потому что, когда она становится дешевле в два раза у тебя, там уже вопрос налога для второго покупателя, для третьего покупателя играет гораздо большую роль. И то же самое, там человек спрашивал про Chrysler 300C. Да. Тоже, да, вот 5,7 или 3,5 подержанные, да. С бензином проблем нет, но, друзья, у вас будет проблема потом с перепродажей. Пауза. Новости. Вернемся. Дорожный просвет с Леонидом Головановым. Дорожный просвет. 1936 столицы. Алексей Поляков, Илья Савельев, Леонид Голованов. Продолжаем. Что там? А вот спрашивает человек, а с Кобальтом на автомате как дела? Да, спрашивает человек. И очень, да, логичный и резонный вопрос, потому что у нас на тесте как раз Кобальт с автоматом, и мне кажется, что это очень хороший вариант, потому что доплата там небольшая, 530 тысяч рублей стоит Кобальт ЛТЗ с автоматом современным шестиступенчатым. Это вам не четырехступенчатый, это ужасная коробка, как на Логанах и там Алмерии и так далее, да, а современная коробка, которая нормально работает. И вот я, например, соседа своего уламывал на автомат, потому что я говорю, ну слушай, ну доплати еще немножко, и будет тебе счастье. Говорит, нет, я привык вручную там переключать. Вот, но вот неортодоксом прямо рекомендую, да. То есть все нормально, хороший автомат. Хороший автомат. Добрый вечер, добрый вечер, подскажите, что лучше выбрать для девушки Audi A3 Sportback или Volkswagen Golf 7? Вот как ни странно, да, миллион двести. Гольф-то будет дешевле, там уложиться-то можно в меньшие, и мне, честно говоря, гольф нравится даже больше. А это, мне кажется, одна контора, да? Это одна контора, это одна техника, но гольф... Да, ну, гольф настроен, вот мне на нем ехать приятней. Sportback тоже хорошая, тоже хорошая машина, да, но он такой немножко отстраненный, немножко там, Мерседес, такая вот, да, ну вот как вот аудюшность такая, да? А гольф прямо такой... Он тебе сразу говорит, что с ним делать. Да, хороший, хороший. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Леонид, у меня такого плана вопрос. Значит, у меня трое деток, жена у меня водит деток в детский сад на автомобиле Nissan Micro. Троих. Молодцы. Троих, да. Ох, они там тесно живут. Рассаживает их в кресло, все как положено, все очень замечательно. Тем не менее, ну, вот, наверное, уже настал какой-то, наверное, момент, поменять ей автомобиль. Значит, очень любит у меня супруга автомобиль марки Мерседес. Рассматриваем вариант что-то типа либо А, либо Б-класса. Я смотрел Ашку, ну, по сути, получается, шил на мыло, маленькая она. Мне кажется, она даже меньше, да, вот в чем-то, да, то есть то, что по потолку она ниже, чем микро. Ну, вот, сто процентов, да. Да. Леонид, порекомендуйте. Бэшку, Сэшку, ну, вот хочется Мерседес, вот. Нет, ну, слушайте, Сэшка, нет, Сэшка это Мерседес. Быстрый вопрос, быстрый вопрос. А мне интересно, а у вас вот трое детей, они как бы в ряд сзади все сидят, троим вперед же нельзя смотреть? Нет, 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 один ребенок сидит впереди, двое сидят сзади. Ну, маленький ребенок в кресле... Заду наперед. Заду наперед, да? Да, все, извините, да, все, извини. Как положено, как положено. Как положено, да, отключайте подушку там, да. Просто там такой детский сад, такая троица святая. Вот Бэшка, она, в принципе, по соотношению цены и качества, если хочется, Мерседес, то, в общем, почему бы и нет, потому что, ну, это тот же компакт-вэн, скажем, не сильно уступающий какому-нибудь там тому же там фольксвагеновскому Турану. Но в чем-то он, вот, на мой взгляд, в чем-то уступает. Например, в той же работе робота. Хотя, казалось бы, у Фольксвагена тоже не идеальный робот, да? Но у Мерседеса как-то вот, чем мне Бэшка, например, двухсотая не понравилась. Для жены, может быть, это не будет каким-то там препятствием, но вот стартует, например, вот ты нажимаешь на газ на Б-200, а он стоит. Он стоит, там, секунду с чем-то. Меня вот это, например, раздражает. В спорт-режиме? Стоит в смысле, ну... Что в спорт-режиме, что в обычном. Понятие гонщика он стоит? Нет, просто стоит. Или физически стоит? Физически стоит. Секунду. А потом, да. Ребят, ну это вообще детский сад. Потому что он пока думает, пока, значит, да, пока распространяется. Берите приор, он не стоит. Надо ли вам ехать вообще? Куда вам надо ехать? Вот в тест-драйв. Причем с женой. И с детьми, судя по всему. И с детьми, да, конечно, конечно. Причем, мне кажется, это такая вот тест-драйв, это приятная такая семейная такая, да, развлекуха. Прямо это на субботу выехать, да. Приехать, да. И взять, прокатиться на Б-200, или там, скажем, да, там на дизеле, если вы хотите. И на каком-нибудь из конкурентов. Например, на том же Туране. Вот я ездил на Б-200, на предыдущем, и на, кстати, на последнем. Мне как-то попадались в Европах в аренду они. Мне, я бы не сказал, что я прям сильно-сильно расстроился. Нет, нет, это неплохая машина, это хорошая машина. Там качество, салончик такой приятный. Постоянно и посимпатичнее. Единственное, что я постоянно боялся, там же ручку перенесли. Я сел, и пять минут, я ни разу не сталкивался, пять минут пытался найти, где ручка переключения. К этому привыкаешь. К коробке передач. К этому привыкаешь. А потом я ездил и боялся случайно стекло, знаешь, ну вот дворники включить. Потому что я не предполагал, что будет на скорость, если дернуть вот эту ручку. Так надо было проверить. Но если вы сможете замахнуться на цешку, то, конечно, вот цешка, я всегда говорю, да, что, ребят, это Мерседес. Он даст вам другое качество жизни. Причем желательно, чтобы он не Элеганс был, а АМГ был. Не, ну АМГ это вообще... Да, там он в обвесе. На обвес, ладно. Да, даже не двигатель, а именно просто хотя бы обвес. АМГ уже сразу выглядит просто сногсшибательно. 5533, вначале смс-слова Маякси, 728-7171, код Москвы495. Давайте, подключайтесь к нам. Спасибо, наслушался, узнал много про разные машины. Остались две. Спортаж на автомате или Шкода Скаут на ручке, побаиваюсь ДСГ. Осталось только заработать. Скажите, на какую. Обе нравятся. Василий Самара. Шкода или кто? А, или Спортаж, да? Да, или Спортаж. Вот почему бы не Спортаж? Я бы... Я... За. За Спортаж. За Спортаж, да. Потому что там и автомат, все-таки ручка, ну как-то вот, блин. Ну уже да, уже в наше время с ручкой ездить. Да. Вот странный еще вопрос, кстати, из Ростовской области. Что лучше Hyundai AX35 или Volkswagen Tiguan? Вот для меня почему-то в голове, ну, ответ очевиден. Что ты скажешь, Леон? Да, нет, нет. Я всегда говорю, что Tiguan — это лидер сегмента во всем, кроме АБС. Кроме работы АБС. Ну вот того момента, который вы... И, конечно, он настолько круче едет. AX35 — неплохо. Ну вот как Спортаж, да? Там нюансы. Насколько я понимаю, Спортаж все-таки чуть-чуть получше сейчас едет. Там это вопрос настроечек. Ну, Tiguan. Да? Да. Тигуан. Еще сейчас быстро. Ну, ответьте уже, please, Touareg Benzin. Да, ответили уже. Ответили уже. Touareg Benzin, 249 лошадиных сил. Наш выбор. Алло. Алло. Да. Здрасте. Добрый вечер, Леонид. Илья, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень хочется узнать ваше мнение по машинке Volkswagen 20, вариант B6. Угу. Угу. Мы для семьи просто ищем машинку. У нас ребенок маленький. Еще один. Скоро будет. Поэтому нам нужна машинка такая вместительная. Где-то тысяч в семьсот, наверное, хотите? Пятьсот и шестьсот. Пятьсот и шестьсот, да. БУ, скорее всего, будем брать. Угу. Ну, нормально. Вы DSG хотите или механику? Нет. Нет. А DSG, я наслышан, не очень. Хорошая. Нет. Это очень хороший автомобиль. Особенно, если не будете брать там мощные моторы, а там обычный базовый моторчик. Прекрасная машина. А дизель или бензин лучше рассматривать? Я бы... Вот дизель с механикой, честно говоря, мне он не нравится чем? Он очень легко глохнет, когда вы трогаетесь. Угу. Вот volkswagen-овские дизели. А характерным хлопком, скорее всего, да? Да, да. С таким ударом неприятным. Ну, да, да. Вот. Поэтому дизель прекрасен. Но вот мне кажется, что дизель с DSG ступенчатым, вот он более органичен. Так что... А кто-нибудь как альтернативный? Да, масса всего. Масса всего. Начиная от того же, там, от той же Toyota RAV4. Я не знаю, там, за такие деньги-то и можно и Mondeo Universal взять какой-нибудь, там, 2 и 3. Очень много всего. Очень много всего. А вот еще и СМСка из Ростовской области. Человек интуитивно понимает, что не надо этого делать. Но что-то его тянет. Помогите. Почему не стоит брать Джили М. Гранду? Дружище, ну что ты же... Ну вот вы же сами же все понимаете. Садитесь, записывайте. Нет, нет, ребят. Китайские автомобили пока, да, рекомендация ждать. Ждать, пока ребята будут... Пока ребята не научатся окончательно. Философский вопрос из Москвы. ВАЗ-2114, 8 лет, что делать? Нет, а кстати, вот что делать. Я недавно, меня подвозил человек, Ford Mondeo, Universal, в прекрасном состоянии. Человек, оказывается, его пригнал из Прибалтики. Он обошелся ему в 120 тысяч рублей. Дизель. Какого года? Какой-то лет 5 типа машины, да. Ну там есть, говорит, проблемы, какие-то там с передней подвеской, там форсунки надо менять. Но это, ребята, за 120 тысяч рублей? Ну это потому, что он на латвийских номерах, наверное, каких? Нет, 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 уже растаможенные все дела. Ничего себе. Вот, видите, оказывается, есть что делать. Не говоря уже... Я вот помните, рассказывал про, например, про такие машины, как Mitsubishi Gallant. Да. Старый. Да, она же шикарная машина. Да, абсолютно. И тоже можно найти... Вот на самом деле можно перелопатить объявление и найти машину. Просто проблема, конечно, ее найти, вот чтобы она была твоя, чтобы она там... Чтобы тебя не обманули и так далее. Мне кажется, после Гваз 21.14 любая машина твоя. Абсолютно. Главное, чтобы действительно она ездила и не содержала каких-то скрытых дефектов. Абсолютно. Алло. Добрый вечер. Здрасте. Я хотел бы узнать по поводу Фрилендера два 50-го года выпуска дизельного на автомате с подвигом 100 тысяч километров. Стоит ли брать и что стоит ожидать вообще? Ну, а вы уверены, что там действительно 100 тысяч? Да, я как раз наоборот. Там получается, что и 58, я когда проверял на диагностике, там как раз 102, что-то такое. Ну, в общем, реально 100. Реально 100, да? Ну, могут быть проблемы, и скорее всего будут проблемы с автоматом, могут быть проблемы с трансмиссией, с главной передачей, с дифференциалом, могут быть проблемы с электроникой. Вроде машину хозяин хорошо за ней ухаживал, любил даже, все проходил, все вовремя, в официальных центрах, то есть уход хороший, но внешний вид тоже замечательный. Да, и... А почем? Миллион. Миллион. Дороговато. Вот утоптать бы его. Ну, чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть бы, да. Утоптать бы его. И на самом деле, в общем-то, можно брать, потому что машинка, конечно, очень хорошая. Но с одним условием, что вы ее тоже любить будете. Да, конечно. Потому что иначе все, что Леонид сказал. И будете готовы к тому, что она все-таки сможет преподнести вам какой-то неприятный сюрприз, потому что это все-таки английский автомобиль. Да. Это все-таки... Вот интересный вопрос. Тебе, кстати, как человеку на Evolution 9, тоже будет интересно ответить. Чиповать Golf 6 и 1.4 TSI, или от лукавого? Ну, это вот вопрос. Мы тут недавно проверяли тюнинг заводской Volvo 60-ки, All Star, там чего-то такое, да? Ни черта это не дало. То есть это дало... Мы померили. Мы замерили разгонную динамику до чипа, отчиповали, и, значит, соответственно, после. Из 10 попыток разгона от 0 до 100 буквально 2 были удачными плюс 3 десятых секунды. То есть минус мысли. Быстрее на 3 десятки. Это вообще ни о чем. При том, что ресурс как бы уменьшается, наверное. Ресурс все-таки чуть-чуть, да. Ну, там как бы как ездить, на самом деле не сильно это дело уменьшает ресурс. Но вылезает другая проблема. Ведь автомобиль это сбалансированный организм. Сбалансированный его создателями. Как только вы в него влезаете грязными ручонками тюнеров, вы что-то донарушаете. И вот здесь, например, с Volvo очень здорово выявилось то, что машина стала резкой, дерганой. Вот ты нажимаешь слегка на газ, да? Да. Мне не нужно этого всего делать, да? Да, это не нужно. До, как бы, да, вот... Ну, в общем, сами думайте. То есть надо смотреть. Надо смотреть. Я, честно говоря, не ездил никогда на тюнином 1.4 TSI. И, ну, это вопрос. Вопрос завешен. Думайте сами, стоят ли это вот эти 0.3 секунды. Мы сейчас ненадолго прервемся. Напоминаю, 5533. В начале смс не забывайте слово «Маяк». Ну, или звоните, задавайте свои вопросы по телефону 728-7171. Код Москвы 495. А сейчас вот буквально до паузы. Помогите с выбором «Спортедж», «Ети» или «Раф-4». Вот после коротенькой паузы ответим. Дорожный просвет. С Леонидом Головановым. Дорожный просвет. Итак, да. Помнишь вопрос? Я потерял, потому что смс. Ну, вот «Раф-4», если новый, как мне кажется, он все-таки немножко переоценен, особенно вот в таких, в интересных версиях. Дизельный, например, полноприводный. «Спортедж», «Ети» или «Раф-4»? Да, «Ети» машинка вообще поменьше. Так вот, «Спортедж» здесь такой вполне себе бюджетный вариант. Хотя я не понимаю, почему человек тогда не рассматривает «Тигуан». Тот же самый. Да. Потому что «Ети» поменьше. «Ети» уже конкурент вот там «Моки». Вот таким машинкам. «Ети» странно, очень высокая крыша. А сама по себе маленькая. Нет, машинка неплохая. Для узких, высоких людей. Просто проблема «Ети» в том, что там DSG. На «Тигуане» автомат, на «Спортедж» автомат, на «Раф-4» вариатор или автомат с дизелем. А у «Ети» всё-таки DSG. И это в моих глазах. Ну да, неоспоримый минус. Всё-таки некий минус, да. А вот ещё такой тоже философский вопрос. А доеду ли я на «Гранте» до Сочи? Слушайте, расскажите, пожалуйста, попробуйте. Но он, правда, из Астрахани. Нет, ну это уж как бог даст. Вот, кстати, автомат. Смотрите, «Лада Гранта» автомат надёжен ли? Вот автомат надёжен ли? Потому что автомат-то японский. А у «Лада Гранта» наша. А что вокруг этого автомата, качественно, вокруг этого сердца машины, уже всё остальное наше сделали. Слушайте, ну у меня был один знакомый, он брал вторую «Гранту», по-моему, с собой. И, по-моему, даже третью. Если у вас есть такой... Жёлтого цвета. Жёлтого цвета. Нет, калина была. Калина была. Но с «Грантами» тоже, уверен, сработает. Если есть такая возможность, то едьте вообще, не опасайтесь ничего. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? И что у вас? Меня зовут Евгений, я из города Воронежа. Так. 33 года. Значит, сначала хотелось выразить слова благодарности за вашу передачу, очень интересно. Спасибо. Ну и вопрос. Являюсь владельцем автомобиля RAV4, 2 литра вариатор, эксплуатирую 3 года. Семья выросла. Вопрос. Хочу большую машину, и вот рассматриваю как Toyota Prado. Но хочется динамики. И вот дизельный двигатель, 3-х литровый дизель, все-таки по секундам посмотреть, так более-менее как-то бальяжный. Он бальяжный, да. На Toyota предлагают прочиповать его, ну, впоследствии прикатать 3030, и сделать тюнинг такой. Вот. Как вы считаете, оправдает это моей надежды? Потому что люблю иногда поджигать все-таки. Ну, хоть немного. Спасибо, поняли. Да, на самом деле, дизель там хорош, и чип-тюнингу поддается. Ну, как и любой турбомотор. Да, там они что делают? Они просто поднимают тупо давление наддува. И так как надежность в Toyota и в этот дизель заложена сверх... Достаточная, да. Вот. То, в принципе, попробовать можно. Но не злоупотреблять. Но если не получится, мы вам ничего не говорим. И не советуем. Мы не виноваты. Вот. Я бы, может... Я не люблю, конечно, вот я сам дико сопротивляюсь. У меня до сих пор не чипованный эволюшн. Вот. Я этому соблазну до сих пор сопротивляюсь. Хотя тяжело. Да? Да. Ну, ответьте... Я ездил чипованным. Да? Веселее? Ну, хорошо чипованным. Не нарушена вот эта вот гармония внутренних органов автомобиля? Есть варианты, где она не нарушается, а наоборот дает двигателю вздохнуть полной грудью. Это вообще... Видели бы вы его глаза сейчас. Ну, ответьте, пожалуйста, Skoda Roomster для женщины и ребенка хорошая машинка. Спасибо. Неплохая, неплохая. Хотя вот мне кажется, что Nissan Note в чем-то лучше. Вот. Рассмотрите вот эти две машинки. Хотя Roomster, она, конечно, симпатичная. Давайте быстренько. Алло. Алло, да, добрый день. Да, быстрее задавайте вопрос. Быстро, да. Хочется хорошую управляемость, но высокий клирен. Ну, бюджет 2,5-3,5 миллиона. О, ну. До этого был Мостодес-СШК. Так. Ну, вот именно хорошая тройковая машина для получения удовольствия. Ну, а чем вам X3? Не автомобиль? Ну, я как бы... Может быть. Если вы советуете... Абсолютно точно. А X6, X5 прекрасно едут. Прекрасно едут. И тут совершенно... А если поэкономить Infiniti... Infiniti какой? FX? Но, на мой взгляд, он проигрывает. И особенно, если вы попробуете на нем поехать зимой, там где-то там, да, то перегревается муфта переднего привода. То, чего у BMW никогда не бывает. На мой взгляд, BMW-шки у Infiniti выигрывают однозначно по драйвовости. Так, ну, давай тогда уже Infiniti до конца добьем. Что лучше взять новыми? Новыми? Infiniti QX56 или Lexus LX570? Lexus. Lexus. Lexus? Да. Lexus. Toyota, а Infiniti это у нас кто? Infiniti это Nissan Patrol. Nissan Patrol, да. Nissan и Toyota. Ну да, наверное. Lexus. Lexus берите. Дима из Костромы. Так. Дальше. Много-то всего. Много очень много. Купил Kia Rio 1.4 механика. Вполне доволен вашим мнением про машину. Мнение высокое. Причем, я причем рекомендовал бы и 1.4 и механику и автомат. Потому что вот очень хорошее. Kia Rio хорошее? Да. Не ожидал. Четырехступенчатый там автомат, но вполне нормально. Так снаружи не скажешь, что там скрыто. CX-5, Kuga, Grand Vitara, AT, 4х4, динамика, и люблю, ну нужен полный привод, динамика, и люблю природу. У меня сейчас Ford Focus 2. Да, а кто там CX-5, где это? CX-5, Kuga, Grand Vitara, AT, не знаю, что это. Автомат. А, автомат, да, все, CX-5, Kuga, Grand Vitara. CX-5, но с большим мотором. С 2,5 или вот сейчас выйдет дизель. Дизель, вот я ездил на этом дизеле на шестерке, дизель офигенный. Да? А сколько объем? С 2,4 по-моему, дизель, или 2,2, не помню, да, в общем, где-то вот около, да, у него рекордно низкая степень сжатия, 14 к 1. Что это значит? Вместо 16 и 17. Он как бы дефорсирован по степени сжатия, и за счет этого получился, но там другими мерами они удержали и крутящий момент, и мощность, и сделали его очень эластичным. Он плавненький. Он фантастически вытягивает и с низов, и прямо крутится до 5000, как вот прям, как бензиновый. Ничего себе. Прямо из этих всех машин, вот я думаю... X5 дизельный. Ну, X5 с большим двигателем, в общем. I need help. BMW 535 в кузове E39 или MERS E320 в кузове 210? Все цифры? Да, 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 конечно. Вот я бы, наверное, BMW-шечку. Вот все-таки 39-й кузов, он хорош. Он хорош. Он тогда, как мне кажется, особенно если драйвовость, там будет проблем, будет масса, но тут же, извините, это старая машина. Ну, это все не везде будет. Вот, кстати, моральный выбор. Опять же, возвращаемся к китайцам. Подскажите, что лучше, Opel Frontera 2000 года или Hover 2007? Ой. Вот это интересный выбор. Вот это вот прямо, да. Что лучше, старую на немецкую или вот эту вот... С меньшей. Слушайте, я обещаю вам, я попробую прокатиться на Hover, потому что я никогда на Hover не ездил. Леня, аккуратно, пожалуйста. Ну, слушайте, я постараюсь, да, я буду аккуратен. Да. Вот, там все-таки, ну, все-таки рама, как-никак. Надень каску, вот уже мы. У нас же из-за скорбинок сделано. Давайте, можно я пока не буду отвечать на этот вопрос, вот пока я сам на Hover не поездил. Все, ждем. Неделю ждем из Питера. Хотя Frontera старая, это... А Hover 2007-го не... В Питере была Frontera. Ой, я помню, там куча была проблем. Друзья мои, ну что же, я думаю, что пора прощаться на неделю. Да, примерно на неделю. Или успеем. Вот, смотри, для них добрый день, одним предложением. Ответ теплиц. Какой вариант Subaru Forester подойдет для семьи по городу? Иногда выезд на дачу по глине или снегу без колеи, Андрей. Одним словом. Как же подойдет. Какой вариант? Форестер, где, какой вариант? Какой вариант? Может, объем двигателя, дизель, или там что-то, я не знаю. На что денег хватит? Берите то, на что хватит денег, все остальное в Subaru. Чем больше, тем лучше. Спасибо, и вам спасибо, уважаемые слушатели, за смс. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»